Где-то далеко между жизнью и смертью у самого дремучего леса живет злая и дряхлая колдунья в доме на курьих ножках. Существует три главных воплощения этого персонажа. Дарительница, она дарит герою сказочного коня либо волшебный предмет, похитительница детей и баба-яга-воительница, сражаясь с которой не на жизнь, а на смерть, герои сказки переходят к киному уровню зрелости. Образ бабы-яги связан с легендами о переходе героя в потусторонний мир, Тридевятое царство. В этих легендах баба-яга, стоящая на границе миров, служит проводником, позволяющим герою проникнуть в мир мертвых благодаря совершению определенных ритуалов. В народном сознании баба-яга представлялась злой столетней старухой. Кроме того, в сказках она изображается уродливой и безобразной. У нее костяная нога и она полуслепа. В некоторых сказках нога-яги представлена не костяной, а деревянной или железной. Также в определении ее ноги прослеживается принадлежность к миру мертвых. Одна нога гна, другая наземна. Так что баба-яга скорее мертвец, нежели живое существо. Попадая к ней, герой чаще всего видит ее лежащей на полу или печи, растянувшейся при этом из угла в угол. Не только нога, но и прочие части тела изображаются в сказках необычными. А у ней голова лежит в одном углу избы, а ноги в другом. Иногда в сказках отмечается одноглазость бабы-яги, что согласно мифологическим представлениям является признаком потусторонней природы образа. Вот как описывают бабу-ягу исследователи древнеязыческой культуры славян. Это очень злая, старая и мощная колдунья или волшебница. Вид у нее страшной. Она не столько в аду живет, сколько на этом свете. Дом ее, избушка на курьих ножках, стоит и сама перевертывается. Сия старая колдунья не пешком ходит, но разъезжает по белу свету в железной ступе. Образ сказочной бабы-яги наделен устойчивыми атрибутами. Одним из них является клюка или палка, обладающая волшебными свойствами. Клюка бабы-яги такова, что от удара ею никакой богатырь не может на свете жить. С помощью своей палки она может превратить в камень все вокруг. Так в одной из сказок она хлопает палкой по голове героя и приговаривает «Быть ты, Федор Водович, серым камнем, лежать отныне до веку». Также во многих сказочных сюжетах в качестве атрибутов бабы-яги выступают орудия женского труда, большинство из которых связан с очагом и готовкой пищи – кочерга, лопата, ступа, помело. Этим предметам в традиционной культуре придавалось магическое значение. Иногда баба-яга изображается также сидящей за прялкой и предыдущей нить, а ее веретено и клубочек ниток приобретают в сказочной реальности волшебные свойства. Главным атрибутом этого персонажа является необычная избушка. Находится она очень далеко, где-то за третий вид земель, за огненной рекой, в темном дремучем непроходимом лесу, где нет ни стежечки, ни дорожечки. Это место, где пусто кругом, не видать души человеческой, куда птица не пролетывает, зверь не прорыскивает и куда даже ворон русской кости не доносит. Такое место в мифологическом сознании воспринимается как потусторонний мир. Избушка не просто стоит, она вертится. Часто Иван-Царевич оказывается перед гладкой стеной избы, без окон, без дверей, а вход к нее находится с противоположной стороны. У избушки этой ни окон, ни дверей, ничего нет. Она всегда открытой стороной обращена к Тридесятому царству, а закрытой к царству, откуда пришел герой. Он не может обойти избушку, потому что она как будто стоит на какой-то невидимой грани, через которую путник никак не может перешагнуть. Стоит избушка, а дальше никакого ходу нет. Одна тьма кромешная, ничего не видать. Внешние признаки этого жилища, отсутствие окон и дверей, теснота внутри, пространство избушки, которое занято телом Бабы-Яги, сближают его с обителью покойника, гробом или же с избой смерти. Небольшой домик с прахом покойника внутри. Такой погребальный обряд существовал у древних славян. Баба-Яга внутри такой избушки представлялась как бы живым мертвецом. Она неподвижно лежала и не видела пришедшего из мира живых, так как живые не видят мертвых, а мертвые не видят живых. Избушка на курьих ножках изображается стоящей то в чаще леса, в центре иного мира, то на опушке, но тогда вход в нее со стороны леса, то есть из мира смерти. В сказке избушка Бабы-Яги оказывается своеобразной сторожевой заставой. Проследовать дальше, пересечь этот рубеж можно только проникнув в саму избушку и пройдя сквозь нее. Чтобы сделать это, как в одной из сказок говорит герой, чтобы мне зайти и выйти, избушку нужно повернуть. Для этого необходимо произнести слова заклинания. Избушка-избушка, повернись к лесу глазами, а ко мне воротами. Мне не век вековать, а одну ночь ночевать. Пусти прохожего. Кстати, ступа, неизменное средство передвижения сказочной Яги в переводе с санскрита означает «могила» или «урна для захоронения». Люди верили, что мертвецы летают на гробах. Во многих сказках жилище Бабы-Яги отличается еще одной странной и пугающей особенностью. Дом огорожден забором, на каждой из тычинок которого торчит по голове, и только на одной тычинке головы нет. Иногда ограда вокруг избушки вовсе изображается состоящей из частей человеческого тела. Забор из человеческих костей, на его кольях черепа, вместо засова человеческая нога, вместо замка острые зубы. Более того, из многих сказок становится ясно, что этот персонаж наделялся такой чертой, как людоедство. В одной из сказок о Бабе-Яге говорится «Возле этого дома был дремучий лес, и в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила Баба-Яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят». В другой сказке она изображается сидящей и толкущей в ступе людей. Зачастую она сразу покушается и на жизнь героя, пришедшего в избушку. «Съем я тебя, молодец! Я тридцать годов человечего мяса не ела». Также существует образ Бабы-Яги Воительницы. Он во многих своих чертах соотносится с эпическими богатырскими персонажами, имеющими мифологическую природу. Прежде всего, она, несмотря на свою возрастную характеристику, наделяется непомерной силой. Яга-Воительница вступает в противоборство с героями-богатырями, когда они, путешествуя, достигают пустой лесной избушки и располагаются в ней. Обычно она наведывается в избушку, когда в ней остается один из спутников. Появляется она, как правило, из-под земли, что указывает на то, что она обитательница подземного царства. Чтобы убавить у нее силу, нужно переставить бочки с сильной и слабой водой или высечь ее железными прутьями. Умертвить же Бабу-Ягу можно, разрубив тело на части, отрубив у нее спящей голову ее же мечом, сбросив ее в колодец с мертвой водой. В народных представлениях сон воспринимается как временная смерть, и в сказочной реальности Баба-Яга оказывается тем существом, которое распоряжается жизнью и смертью персонажей. Благодаря сказкам можно реконструировать и обрядовый сакральный смысл действий героя, попадающего к Бабе-Яге. После узнавания героя по запаху, яга слепа, и вынуждения его нужд, она обязательно топит баню и выпаривает героя, совершая таким образом ритуальное омовение. Затем кормит пришедшего, что тоже представляет собой обрядовое покойницкое угощение, непозволительное живым, чтобы те случайно не проникли в мир мертвых. И, хотя герой вроде бы и не умер, он вынужден будет временно умереть для живых, чтобы попасть в тридесятое царство. Там, в загробном мире, куда держит путь герой, его всегда поджидает немало опасностей, которые ему приходится предвидеть и преодолевать. Женский образ Бабы-Яги связан с матриархальным представлением об устройстве социального мира. При матриархате как образе жизни глава, так сказать, старейшина общества – это женщина достаточного возраста для того, чтобы иметь право поучать всех остальных и достаточно молодая, чтобы быть в состоянии отстоять свое место в обществе физически. То есть не девица, но и не старуха, настоящая баба в нормальном понимании этого слова. С этих старых времен и осталась у известной нам героини часть имени Баба и способность научить любого от Ивана-Царевича до Иванушки-Дурачка. Именно к этой главе и приходят за советом, получением права на собственную жизнь, лечением и всем, что только может понадобиться. Кстати, сказки можно разделить на ранние и поздние. Интересен тот факт, что в более ранних сказках к Бабе-Яги за заданиями попадают не только Иваны, но и Красные Девицы. И те, и другие попадают не на одну ночь, а, как правило, живут у нее подолгу, выполняют какую-либо работу или вынуждены справляться с какими-то заданиями. В сказках они так или иначе справляются, но дается понять, что если бы этого не случилось, героя постигла бы незавидная судьба.